Первоначально, конечно, не было никакого желания посещать Карнакский храм. После посещения Онова в душу закралось сомнение, что приезжать в Египет надо каждый год. И путешествовать до Люксора. Ну, не обязательно сплавляться, как мы по Нилу. Можно просто приехать. Почему такое впечатление сложилось? Потому что это самая большая головоломка в мире. Ну, пазл египетский. Все аккуратно собирается. Практически все здесь было полностью разрушено. Каждый год строится что-то новое и восстанавливается. То есть, есть, наверное, смысл приехать сюда не через 4 года, а лет через 10, когда все будет закончено. Ну, дай бог, конечно. Дай бог, египетский бог. Наше желание приготовить из любого путешествия солянку вполне объяснимо. Солянка гармонично сочетает в себе всю гамму вкусов и является чемпионом по насыщенности и палитре. Постоянное желание показать вам максимум, по сути, не оставляет нам времени на полноценный и ленивый такой отдых. А возможно, это и к лучшему. Негативные впечатления от нашей замызганной и уставшей жизни лучше всего смываются контрастным душем. Именно за границей. И тут важно знать, где и какие впечатления можно купить. И центр микрофинансирования и туризма расположен на Карломарксе 95 с этой целью. За какие-то 2 дня выделил нам средства, позволил пополнить автоколлекцию и отправил нас в командировку. А вы сейчас здесь, в Магнитогорске, уже можете обсудить маршрут, отложить необходимую сумму на туристические поездки, а остальное приготовить на любимой второй половиной шоппинг. И в эту сумму обязательно включите. Если не круиз по Ниву, то посещение Люксора однозначно. От Хургады до Люксора, в принципе, можно проехать и на машине, взятой в прокат. Это несложно и, по сути, недалеко. Ехать большой группой, в большом же автобусе, покупая тур у туроператора, в 2 раза дороже. И в 2 раза менее информативнее и комфортнее. Наше предложение – это индивидуальная поездка в микроавтобусе типа Toyota Hi-Ace. По дороге, кстати, русские сопровождающие, которых запретило правительство Египта пускать на территории музеев и проводить там экскурсии, все расскажут подробно. И вы не будете париться с местным гидом. Я тут специально не стал вам рассказывать детально про залы и статуи храма Карнак. Прочитать про него и в Википедии, и в интернете несложно. В принципе, экскурсию по нему можно сделать в кроша всех и вся в дивной игрушке про авторитетного Сэма. Все аккурат так и есть, только не разрушенное. То, что разрушило время и коллекционеры, сейчас еще более восстановлено, чем это было 4 года назад. То есть посмотреть на реконструкцию в прогрессе было и для нас интересно. Внимательный зритель нашего замечательного телевизионного канала наверняка скажет, что когда-то все это он видел. Да, видел. 4 года назад мы также ходили вокруг этого скоробея, думали, что может ли он нам принести удачу. Однако, ну посмотрите, вроде неплохо, да? Даже тогда, когда он нас расколбашивает, мы себе позволяем ездить. Ну, благодаря Центру туризма и микрофинансирования в том числе. Потому что, и даже не заплатив налоги, а, плевать на все, давайте в Египет. Так, это первый круг, да? Про наши достижения. Теперь про достижения города Магнитогорска. Скажем так, в Египте тоже есть и металлургические гиганты, и есть канал Аль-Джазира. Так вот, вчера я порадовался исключительно. Оказывается, есть человек, которого вы можете любить больше, чем господина Челейкина и его компанию. Это Евгений Малкин. Ровно вчера он выиграл Кубок Стэнли. Очень хорошо, очень понравилось. А что нам пожелать на третьем круге? Ну, благоденствия, разумеется. Детей, возможно. Так давайте пожелаем каждому, в том числе и себе, не экономить на собственной жизни, путешествовать постоянно, ездить в те страны, в которые даже мы не ездим. Получать наслаждение от истории. Да, и надо в конце концов забыть, что автомобили это наши цари, что квартиры это наш бог. Потому как, ну давайте в следующий раз мы вам покажем квартиры, которые мы наснимаем здесь, в Египте. Ну и, соответственно, в заключении и рядом с вот этим скоробеем приезжайте, приезжайте в Египет. Это действительно стоящее дело. Приехать каждый день, увидеть что-то новое.